Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светлана Лосева и это канал о вязании. И сегодня я хочу вам предложить связать вот такой очаровательный узор рельефный, плотный. Очень подойдет хорошо для вязания беретов, шапочек, кардиганов, жилетов теплых, из плотного такого варианта узора. Видите, он в виде такой решеточки связан, да? Такие красивые переплетения, очень похож на тканный узор. Мне просто бесподобно понравился этот узор, и я решила сделать мастер-класс по вязанию этой красоты. Если вам нравится этот узор, сейчас я вам продемонстрирую пряжу, с которой я ее вязала. Как видите, пряжа у нас с пайетками, то есть она у нас такая необычная. Очень красиво будет смотреться такой жилет, связанный из этой пряжи. Значит, пряжа турецкого производства Суперлана Ализе Миди Пулу. Метраж 100 грамм, 150 метров. Цвет, если кого интересуют девочки, 65. И в составе у нас, смотрите, 67% акрил, 23% шерсть. И остальное, вот этот компонент, из которого, видимо, пайетки формируются. Полиамид, там еще и 5%. В общем, вот такой замечательный узор. Вязала я спицами номер 4 из этой пряжи. И вот что у нас с вами получилось. И давайте я вам покажу изнаночную сторону. Изнаночная сторона тоже очень эффектно смотрится, если вы обратите внимание. Очень рельефная тоже, посмотрите. Ее тоже, то есть, в принципе, этот узор можно считать двухсторонним. То есть, его можно и так, и эдак применить по вашему желанию. Я очень вам советую, девочки, попробовать потренироваться вязать эту красоту. Давайте опять на лицо перевернем. Вот, потренируйтесь, во всяком случае, используйте это в свою копилочку. Я думаю, что вам этот красивенький узор непременно пригодится. Ну, а сейчас давайте приступим к вязанию. Раппорт узора занимает очень, всего лишь, очень легенький, всего лишь 2 петельки и 2 ряда. Представляете? И получается такая изысканная, необычайная красота. Вот такой сегодня мы будем с вами, девочки, вязать узор. Очень он похож на плетенку такую, да, очень эффектный узор. Всего 2 ряда у нас составляет раппорт и 2 петли ширина данного узора, раппорта. Поэтому набирайте любое количество петель, кратное 2. Итак, я показываю вам, как вязать первый ряд. Первый ряд у нас является изнаночным рядом и вяжется очень просто. Первый ряд нашего раппорта, это все петли изнаночные. Раз и два, то есть 2 петли, раппорт и 2 изнаночные, они у нас. И продолжаем весь ряд вязать изнаночными. Вот такой простой ряд. Изнаночными вы можете вязать тем способом, к которому привыкли. Продолжаем. Вяжем второй ряд. Кромочную снимаем. Первую петлю раппорта снимаем. Нить у нас остается за работой. Снимаем, не провязывая. Вторую петлю. Из второй петли вытягиваем петельку, как лицевую. Делаем накид и сбрасываем. После этого смотрите внимательно. Нашу петельку, которую мы сняли, не провязывая, надо накинуть на эти первые, следующие вот эти две с накидом, петлю с накидом и спустить. Все. Следующая опять идет. Петлю снимаем, не провязывая. Нить за работой. Из следующей петли вытягиваем петельку, делаем накид. И далее петлю, которую мы с вами сняли, не провязывая, накидываем на эту петлю с накидом. Все. Второй раппорт связали. Снова снимаем петлю, не провязывая. Вытягиваем на следующие петли, петельку, делаем накид, сбрасываем ниточку, да. И та петля, которая у нас с вами снималась, не провязывая, накидывается на нашу петлю с накидом. Все. Снова снимаем петлю, нить за работой, не провязывая, вытягиваем, делаем накид, сбрасываем, накидываем на петлю с накидом. И таким образом, девочки, это вяжется вот таким образом. Очень, в принципе, легко, да. Это все несложно вяжется, да. Ничего нет здесь сложного, всего два рядочка. И, в общем-то, я думаю, что даже начинающие девочки, такой уж узор они точно свяжут. Уж тут, а думать-то особо нечего, да. Продолжаем так вязать. Все, два рядочка, затем повтор снова с первого ряда. Как вы видите, узор у нас формируется по лицевой стороне. Лицевая сторона у нас является четной. Лицевая сторона у нас Формируется по лицевой стороне. Спасибо за внимание. Продолжение следует...